Полина Вадимовна Каспирович Познакомьте нас с этой конструкцией, которая находится прямо за нами, книжный дом. Как пришла идея его создания? Каковы размеры? Что использовали? Какие книги? Идея создания книжного дома – это подарить нашим читателям еще одно место в нашей библиотеке, где можно посидеть, почитать книги или просто отдохнуть. Таких мест у нас, конечно, много, но захотелось построить что-нибудь новенькое. И к тому же, вот эта конструкция позволяет погрузиться в книгу не только своими мыслями, но и физически, своим телом. Потому что, как вы прекрасно видите, стены нашего дома состоят именно из книг. Кстати говоря, тоже многие спрашивают, что книги – это ж библиотека, у вас много книг. Вот в этом доме нет ни одной книги нашей библиотеки. Все эти кирпичики несли наши читатели неравнодушные, сотрудники, друзья, родственники сотрудников. Как только мы кинули, вот кричь в интернете, что вот принесите нам книжечки для дома, буквально с первого дня их начали нести. И очень много, и мы за это, конечно, безусловно, благодарны очень нашим читателям. Благодаря им был построен этот дом. Ну и в качестве каркаса, ну мы просто сами сотрудники нашей семьи, мужья, друзья, все собирались, выпиливали вот эту вот всю конструкцию, собирали ее. Ну, по размерам она, кажется, высокая за счет того, что мы используем наше кресло. Вот, а вообще высота конструкции где-то метр, ширина сантиметров по 60. Как много книг вообще понадобилось для создания такого книжного дома? И, может быть, вы выбирали как-то по авторам, где какие расположить, нет? Сложно сказать, сколько в итоге книг, потому что мы их то доставляем, то убираем, потому что мы еще не решили, насколько плотно они должны стоять в наших полках. Принесли, наверное, не меньше 300, где-то 300-500 книг, вот точно не считали, но очень, конечно, много. Что касается жанров, они тоже совершенно разные. Есть художественная литература, совершенно потрясающая такая, что у нас, мы даже в библиотеку несколько книг, честно говоря, оставили, потому что они очень интересны. Есть литература на иностранных языках, есть какая-то литература, кулинарные книги, есть книги о других странах. То есть вот так вот все-все-все, и мы постарались вот именно в стены нашего дома поставить книги из разных жанров, чтобы всем людям было интересно. Есть научная литература. Как много сил, времени понадобилось вам для строительства такого вот дома? Ну, приступили мы вообще к созданию проекта в декабре. Нам помогали архитекторы, конечно, создать этот проект, потому что у нас было довольно дилетантское представление о строительстве, оказывается. И мы перепробовали очень много способов. Мы просто книги складывали и крепили их между собой. Это получалось какой-то книжный вандализм вообще, крепить их между собой. В итоге где-то, наверное, недели три мы приходили к тому виду проекта, который сейчас вот представлен у нас в саду. А именно собрать его, ну что, нам потребовалось три дня на сам дом и еще там пару часов, чтобы сделать крышу. И как долго будет стоять этот дом, радовать гостей, всех окружающих? Ну, вообще, планируясь то, что он будет стоять в течение года литературы, но, вы знаете, уже он пользуется популярностью среди посетителей, среди читателей, потому что мы еще открытие официальное не сделали, еще крышу не поставили. Там уже сидели люди, и мы просили, говорили, вы, пожалуйста, выйдите нам там крышу установить. Пошли за какой-нибудь там шуруповертом, приходим, там уже новые сидят. То есть как-то он действительно оправдал наше ожидание, что он интересен не только нам, а нашим читателям в том числе. Поэтому не исключено, что он останется в библиотеке дольше, тем более, что библиотеки каждый год – это год литературы, а не только 2015-й. Раз уж такая популярность, то, может быть, не один дом такой построить, а сразу городок целый? Надеюсь, наши строители этого не услышат. Но мысль есть. И у нас, и у архитекторов, и руководству тоже понравилось. Возможно. Редактор субтитров А.Семкин